Дональд Трамп метит на второй срок. Он уже подумывает о выборах 2020 года и настроен на победу. Такие выводы сделала местная пресса из его последних заявлений. Кого Трамп видит своим соперником и что отвечает на обвинения в связях с Россией, расскажет Дмитрий Анопченко. Казалось бы, противостояние Трампа и Клинтон со всеми связанными с ним скандалами и хакерскими атаками теперь уже в истории. Но президент США неожиданно вернулся к этой теме. Вынося на публику внутренние разговоры в команде, написал в Твиттере. Надеется, что его соперница выдвинет кандидатуру вновь в 2020-м. Меня недавно спросили, будет ли жуликоватая Хиллари баллотироваться в 2020 году. Мой ответ был таков. Надеюсь на это. Страна в ответ заволновалась, мол, неужели придется пережить все это снова. Но журналисты из президентского пула, а у них-то прямой доступ к ключевым членам команды, говорят, все не так однозначно. Дело в том, что окружение действительно обсуждало с Дональдом Трампом, кого вечные соперники-демократы намерены выставить против него на новых президентских выборах через три года. И вот по той информации, которая обсуждается в Белом доме, якобы это будет Джо Байден, вице-президент времен Обамы. Ну а Трамп в ответ сказал, с Байденом бороться будет сложно, лучше бы Клинтон снова баллотировалась. Рассказывают, политик всерьез думает о втором сроке и даже уверен, что победит. Мол, скандалы к тому времени утихнут и поводов для обвинений больше не будет. А основной из них возможные связи с Россией и это расследование давно пора закончить, заявил Трамп журналистом, выступая в розовом саду Белого дома. Сказал, абсолютно никакого сговора и не было, мол, это демократам понадобилось оправдание, почему они выборы проиграли. Комментируя происходящее в прессе, сегодня пишут, по всей видимости, страну морально готовят к возможности второго срока Дональда Трампа. Ну а его самого к ситуации, когда он не будет больше отбиваться от нападок прессы и не будет в ситуации вечно защищающегося. А начнет атаковать, как он делал уже не раз, в том числе и в ходе избирательной кампании. Но есть препятствия, Конгресс, где все активнее хотят контролировать президента. Причем не только и не столько демократы, сколько его собственная партия. Для этого сенаторам как раз и нужны длительные расследования. Ведь стоит поставить в них точку, и рычагов влияния на Белый дом больше не будет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Американское бюро телеканала Интер.